Лещ и щука попадались такие, да. Лещ под три килограмма и щука. Все свободное время Юрий с другом проводят в лесопарке. Рыбалка – любимые занятия. Ловят на удочки и жерлицу. У них летний сезон до сих пор не закрыт. С нетерпением ждут очередной волны потепления. Рыбакам получше. Я думаю, вообще рыба пока не уйдет на глубину. Значит, можно пока ловить. И руки не мерзнут. На аномальное тепло по-своему реагирует природа. В лесопарке зацвела мокрица. Можно увидеть клевер и луговой василек. Вторую весну переживают отболевшие летом каштаны и ринутрия богемская. Представитель, который прежде всего нетипичный для нашей Рязанской области, интродуцент. Часто в свое время этот вид использовали в озеленении, но он одичал и сейчас особо такого значения не имеет. Ринутрия богемская цвести сейчас не должна, однако большой куст радует проезжающих по горбатому мосту. Мне приходилось видеть вторичное цветение конского каштана. Мне также отдельные экземпляры цветущей вишни и яблонь. Баблынь и фиалок. Безусловно, вот такие тоже перепады могут сказаться нежелательно на растении. Синоптики в своих прогнозах такие формулировки, как бабье лето, не используют. Однако признают, неустойчивая погода – один из признаков межсезонья, а очередное потепление уже не первое этой осенью. Под влиянием антициклона в Рязанской области до конца этой недели сохранится теплая солнечная погода. В ночные и утренние часы из-за малооблачности температура воздуха будет понижаться до минусовых значений. Но днем воздух хорошо будет прогреваться до плюс 11 и плюс 16 градусов. Среднесоточная температура воздуха окажется на 24 градуса выше нормы. На следующей рабочей неделе сохранится преимущественно сухая теплая погода, соответствующая по температурному фону в середине сентября. Если этот прогноз оправдается, то осень по праву можно будет считать аномально теплой. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».